Празднование Старого Нового Года, пожалуй, завершающая стадия нескончаемой череды инварских торжеств. Собраться силами и выйти на сцену решили завсегдаты Ивановской рок-музыки. Дружеская встреча в стиле попеть, попить и пообщаться рассчитана не только на отдых, но и на своеобразное подведение итогов музыкальной жизни прошедшего года. Получаются они достаточно прозаичными. Я заметил, что у нас спокойные и тихие концерты, зрители стали ходить меньше. Может быть, они устали именно от нас. Я не могу здесь точно сказать. Может быть, больше людей стало хотеть чего-то такого тяжелого, электронного. Не знаю. А такие концерты я сам не посещаю, поэтому не могу ничего сказать про это. Подстраиваться под вкусы молодой публики музыканты смысла не видят, да и попросту не хотят. Для того, чтобы заманить молодую аудиторию, нужно переступать через себя. Я уже, честно говоря, не хочу. Я уже сделал, доказал себе все, что хотел доказать, сделал все, что хотел сделать. Как говорит БГ, он сказал, что я все свои четыре жизни прожил, мне дали пятую, и я ее проживаю в свое удовольствие. Саркастические хулиганы провинциальной сцены вообще считают необязательным подстраиваться под чей-то вкус. Играют, в общем-то, для себя и, как говорят сами, для своего малочисленного зрителя. В 2012-м Бонифаци и красные металлисты начали выступать в акустике, после чего концертов стало сразу в разы больше. Это мы и рады, а вот за достижениями других ивановских групп следить не успевают, хотя определенный интерес к некоторым коллективам все-таки есть. Скажу откровенно, что я очень плохо знаком с музыкальной обстановкой в нашем городе, потому что, ну, в силу занятости, в силу разных причин, мы прибежали где-то, отыграли и убежали. Мы совершенно не видим, что еще происходит. Своё-то некогда играть, некогда репетировать, и уж тем более нет времени сходить на какой-то концерт, какой-то группы. Ну, есть, безусловно, интересные исполнители. Роман Зотов радует, как всегда. Группа «Целлофан Хэтс» в обновленном составе очень хороша, я давно их уважаю, мы сотрудничаем в некоторой степени с ними. Для меня открытием 2012-го года стала группа «Берега». Они просто чудесно зазвучали, и сегодня они будут выступать. У них, наконец-то, полный состав. Я думаю, что это просто чудесно. Эмоции, положенные на ноты грусти, так именуют свое направление отчаянные музыканты. Говорят, что конкурентов в жанре романтического рока на ивановской сцене у них нет. Сейчас музыки всякой много, которая примелькалась, тем более, уже неинтересно. Появляются новые группы. Сравнительно же недавно мы вот так вот звучать начали, по крайней мере. Поэтому просто людям интересно. А да, в основном это девушки, которые действительно нравится это слушать, и они слушают на повторе, скажем даже. «Музыка» Назвать самые яркие события фестивальной и концертной жизни Иванова в 2012-м музыканты затрудняются. Холодов много играл на природе. Крюков, как обычно, играл везде и со всеми. А зритель слушал и выбирал. Я сам люблю блюз. В Иванове блюза нету, в России блюза нету. И поэтому на свои концерты я езжу в Москву всегда, которые меня интересуют. Как организатор, как тусовщик я посещаю какие-то мероприятия в Иваново. А то, что я люблю, я всегда хожу, езжу в Москву. На самом деле мероприятий было много. К сожалению, я не на все их попала. И не получилось посмотреть. Из приезжих группы Крематорий очень запомнилось. А из Ивановских концертов. Ну вот было 25-летие группы Сейфа, очень крупная. И был, к сожалению, очень хороший сэшн, день города, на который я не попал. Я его увидела по интернету. Там тоже минус 30, здесь делим многие другие Ивановские пенсии. Воплощадь Раш. Планов на этот год, как всегда, много. Новых проектов, фестивалей и концертов, конечно, стоит ждать. А уж будут ли они приятными сюрпризами, решать только слушателю. Кажется, у ивановских музыкантов он все-таки есть. Ина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.